День, который изменил в нашей стране абсолютно все. И жизнь, и символы. 24 августа 1991-го у стен парламента бурлили многолюдные митинги, а в самом зале зашкаливали эмоции об историческом голосовании за суверенитет Инна Мазуркевич напомнит. Танки под Белым домом в Москве, военная техника под Киевом. Депутаты Верховной Рады первого созыва знают, малейшая их ошибка будет стоить свободы всей стране. Главное слово 1991-го года – независимость. Бородьба шла очень сильно между старым и новым. Я не думаю, что тогда могли не проголосовать. Потому что, по-перше, было ощущение народных депутатов, что это нужно сделать. Утром 24 августа возле здания парламента собрались десятки тысяч человек. Они следили за ходом голосования. Ждали. Заход на раду! Заход на раду! Заход! Люди не расходились до самого вечера, пока парламентарии не приняли акт о провозглашении независимости Украины. Все это время под куполом не утихали споры. Депутаты снова и снова требовали перерыва, чтобы посоветоваться. Что вам нужно радиться? Я хочу вас запитать. И сколько уже можно радиться? Потому что каждый депутат сегодня час такой, что должен иметь свою собственную позицию. 29 лет назад за провозглашение независимости проголосовали 346 депутатов. После голосования Вячеслав Черновол предложил внести в парламентский зал синий-желтый флаг. Эти исторические кадры знает весь мир. На следующее утро украинцы проснулись в независимой Украине. От Луганска до Львова, от Киева до Севастополя. Все знали, страна едина, и ее новейшая история начала отчет. Ирина Мазуркевич, Илья Крепак. «Киев. Твой дом». Субтитры создавал DimaTorzok